Здравствуйте! Мы находимся с вами на выставке «Святые образа из глубины веков» в Историко-археологическом музее имени Евгения Дмитриевича Фелицина. И сегодня я хотела бы поговорить об одном из красивейших явлений в христианстве – колокольном звоне. Колокольный звон на Руси стал распространяться вместе с приходом христианства. Колокольный звон будил верующих к заутренней и звал к вечерней службе. Тревожным набатом звучал во время нашествий врагов и стихийных бедствий. Люди одушевляли колокол. Не зря внутренние части колокола бил называли языком. Каждый колокол звучит по-своему. Ни один звук, ни одного колокола не повторяется. Музыкальные произведения и в поэзии. А даже можно услышать о колокольном звоне. Например, «Москва златоглавая», «Звон колоколов» или «Малиновый звон на заре». «Скажи, моя милая земля, что я в неё с детства влюблён, как в этот малиновый звон». А почему малиновый звон? Можно подумать, что это связано с ягодой малиной. На самом деле к ягоде это не имеет никакого отношения. Просто во французском городе Малине тамошние мастера изобрели рецепт связи олова и меди. И колокола этих мастеров звучали наиболее бархатно и неповторимо. Вот поэтому и называется «Малиновый звон». Екатеринодар не стал исключением. Несмотря на то, что в конце XIX века нашему городу исполнилось всего 100 лет, но в Екатеринодаре, как и в станицах окружающих город, было немало храмов и церквей. И в каждом храме и церкви звучали свои колокола. О колокольном звоне можно прочитать и, например, в газете «Кубанские областные ведомости» за 6 мая 1907 года. В заметке говорилось о том, что ранним утром сего дня колокольный звон всех храмов и церквей Екатеринодара оповестил горожан о начале торжественной литургии в честь открытия памятника Екатерины II. Следует отметить, что после революции Гражданской войны колокольный звон надолго умолк и не звучал над городами и поселками нашей страны. Но в связи с возрождением православия колокольный звон мы слышим каждый день в наших храмах и церквях. И пока колокольный звон будет плыть над Россией, нашей стране ничего не угрожает, нашей стране быть. И я хочу, заканчивая свой рассказ, я хочу пригласить всех жителей и гостей нашего города посетить музей, посетить нашу выставку. Ждем в музее Фелицина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok